В условиях роста кредитных задолженностей населения края кредиторы нарушают федеральный закон, который регулирует их общение с должниками. Общая сумма долга жителей региона по просроченным займам в прошлом году превысила 11 миллиардов рублей. За текущий период этого года в Федеральную службу судебных приставов поступило 169 обращений от алтайских должников. Все они сообщали о неправомерных действиях кредиторов, которые раньше действовали не всегда законно. А именно, за последние пять лет кредиторам и их представителям вынесли 200 предписаний за нарушение федерального закона, которые регламентируют общение с должниками. Общая сумма штрафов по административным делам составила 7 миллионов рублей. По 50 протоколов сотрудники контролирующих органов составили в 2019 и 2020 годах. Однако в 2021 эта цифра может увеличиться, так как за 4 месяца уже 25 кредиторов нарушили закон и заплатили больше 700 тысяч рублей за это. Как я говорил ранее, еще 169 жалоб ожидают в своей очереди на рассмотрение. На правомерных основаниях кредиторы имеют право на один телефонный звонок и два сообщения в сутки, либо одну личную встречу в неделю с должником. Беспокоить должника в рабочие дни запрещено с 10 вечера до 8 утра и в выходные и праздничные дни с 8 вечера до 9 утра. При любом взаимодействии кредитору запрещено применять физическую силу, использовать методы, опасные для жизни и здоровья, оказывать на должника психологическое воздействие. Однако есть нюанс. Если человек заключил договоры в разных кредитных и микрофинансовых организациях, то частота взаимодействия с ним будет определяться по каждому договору отдельно. Для того, чтобы привлечь назойливого кредитора к административной ответственности, необходимо иметь полную доказательную базу. Необходимо приложить будет копию кредитного договора, договора займа, распечатку телефонных звонков, входящих в сообщениях, которые можно получить либо у оператора связи, либо через личный кабинет свой. Также необходимо при наличии приобщить аудиозаписи, телефонных переговоров, скриншоты текстов сообщений. В случае нарушения порядка взаимодействия гражданин может обратиться в управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с помощью письменного обращения. Также можно это сделать через интернет-приемную с официального сайта управления. Продолжение следует...